Решение о поддержке всех подрядчиков, работающих на социально значимых объектах, принято главой региона в ходе рабочей поездки в Валиковский район. О каких суммах идет речь и какая ответственность ждет тех, кто сорвет сроки завершения ремонта в школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов Екатерина Шеверова продолжит. В школе деревни Таутово 1 сентября за партой сядет 161 ученик, ребята из 11 населенных пунктов района. Ремонт школы начали еще в апреле по республиканской программе модернизации образовательных организаций с износом здания более 50%. Ремонт у нас, проекты смертной документации были подготовлены в 2020 году. И из-за того, что материалы все подражали в этом году, появились такие сложности. Но подрядчик старается и обещает закончить все ремонтные работы в срок. Вопрос оказался актуальным не только для Чувашской республики, но и для всей страны. С нами принято решение поддержать всех подрядчиков, прежде всего в тех нормативах, которые нам предоставляет российское законодательство. Мы индивидуально в каждый объект погружаемся и принимаем индивидуальные решения для того, чтобы в первую очередь, конечно же, не допустить срыва строительных работ, во вторую очередь, не допустить банкротства тех или иных подрядчиков. В селе Аликово идет ремонт детского сада. Подрядчик не успевает и уже перенес сроки сдачи с конца июля на середину ноября. Техническая готовность детского сада чуть больше половины. Вы поймите правильно одно. Вот эти все ваши игры, мы в конце августа зададим два месяца и так далее, а он грозит срывом объекта. А там дети ждут. 181 ребенок ждет садик. И только от того, что вы не можете между собой договориться, сейчас будет объект стоять. Ждать, пока вы там о чем-то договоритесь. Это ненормально. На другом объекте в физкультурно-спортивном комплексе глава Чуваши поручил немедленно запустить в работу бассейн. Его построили еще в прошлом году в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено еще в июне. Бассейн прекрасный, фокус замечательный. Причем его основной функционал и самый главный пример для остальных, например, районов – это закрытый переход между фоком, да, и очень удобно детям, и между школой образовательной. Очень удобно детям в зимнее время. Третий урок физкультуры, бассейн. И вот бассейн стоит. Вот в эксплуатацию подписан акт ввода со стороны Минстроя. Но сейчас остался медицинский кабинет и лицензирование. Олег Николаев потребовал договориться с так называемым приходящим врачом из ближайшей больницы. Тем более, что такая практика давно отработана в сельских школах. На очистных сооружениях села Аликова обсудили проект по реконструкции канализационной системы. Она давно устарела. Решено выработать единые стандарты, которые будут применять при проведении модернизации таких объектов уже в следующем году. Причем во всех районах республики. Екатерина Шеверова, Павел Редков, Республика, Аликовский район.